Годом испытаний и новых достижений можно назвать 2023 год для нашего города. Преподносила свои сюрпризы погода и было сделано всё, чтобы не допустить серьёзных подтоплений. Это было совсем непросто. Но решая все текущие проблемы, Славянск на Кубани уверенно продолжил своё развитие. Об этом и о многом другом шла речь на расширенной сессии Совета депутатов Славянского городского поселения. Депутаты города, района и края, представители силовых структур, администрации, общественники, руководители предприятий и организаций были приглашены на сессию Совета городского поселения, на которой подводились итоги работы главы администрации города за 2023 год. Ежегодные отчёты о работе давно уже стали необходимостью. Они вызваны потребностью сверить действия власти с мнением населения, обсудить планы на ближайшее будущее. Глава Славянского городского поселения Александр Берсенёв представил вниманию депутатов и приглашённых лиц подробный доклад, в котором был дан анализ всего сделанного за год. На протяжении многих лет выполняется проект за проектом, реализуются федеральные краевые программы. Как и прежде, всё делается для развития города и благополучия жителей. Бюджет – главный финансовый документ для любого поселения. Фактические расходы Славянска на Кубани за 2023 год составили более 872 миллионов рублей. На благоустройство дорожное и жилищно-коммунальное хозяйство было направлено больше всего расходов – 488 миллионов рублей. На содержание общественно-социального центра израсходовано свыше 245 миллионов. Удалось реализовать 9 муниципальных программ, в том числе 3 на условиях софинансирования. Александр Берсенёв рассказал о преодолении последствий обильных ливней и поднятия грунтовых вод, что привело к чрезвычайной ситуации. Важным направлением работы является взаимодействие с жителями. Администрация оперативно реагирует на обращения славянцев по вопросам ЖКХ и благоустройства, в том числе и очистки ливнестоков по всему городу. Таким образом, в течение года было проведено ряд работ по пробывке ливневых систем с помощью специальной техники по различным улицам, по юных коммунарам, по школьной, да и многие другие. Проверена улица Набережная от Пионетской до Запорожской, Зержинского до Стровской до Крепостной. Девять площадок обновлено благодаря поддержке депутата Краевого законодательного собрания Виктора Васильевича Чернязка. Песочницы, карусины, горки и уличные тренажёры. Новые игровые элементы появились в городских дворах на квартирных домах. Где-то это карусины, рукоходы, либо площадка для футбола. В некоторых дворах были не обучили баскетбольное оборудование. Учитывая пожелания жителей, в Кубрисе был проведён ремонт стадиона. Вокруг спортивного объекта построена беговая дорожка и тротуар для пеших прогулок. Обустроена площадка с уличными тренажёрами. Постоянные диалоги, обратная связь с городской общественностью во многом положены в основу нашей работы. Председатели ТОС, наши помощники, которые принимают участие в реализации проектов, обращаются с жителями, подсказывая, на что обратить внимание. Благодаря участию жителей квартальных в практике, по инициативному бюджетированию в городе открыли новую площадку. Спортивный и игровой комплекс построен по улице Западной в районе ДСУ. Более трёх миллионов рублей было направлено на строительство площадки. Более стра обращений поступило по заявлению военнослужащих или их семей. И просьбы касались оказания бытовой помощи, вредирования дорог, обрезки деревьев, прочистки ливнестоков. Без сомнения, на данное заявление мы в первую очередь обращаем особое внимание. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» построен ещё один большой объект – экотропа «Утиные плавни». Комплекс работ включал благоустройство набережной озера рядом с Северным парком со стороны улицы Запорожской. Также проложены новые линии уличного освещения, отремонтированы фасады зданий муниципальных учреждений культуры. В приоритете продолжает находиться и строительство дорог и тротуаров. Улица Запорожская – одна из островных улиц, можно сказать, Славянска-на-Кубани, с инклюктивным движением автомобильного транспорта и большим потоком пешеходов. В капитальный ремонт улицы по краевой программе вошёл участок от набережной до Адрельской. Заменено порядка двух километров дорожное опроводное, установленные партюры, появился новый транспортированный тротуар. Всё это позволило повысить безопасность, улучшить проблему улицы, сделать её более комфортной и удобной для жителей нашего города. За счёт местных средств отремонтировано семь дворовых проездов, где были заасфальтированы бельевые площадки и парковки. Делу очень помогает тесное сотрудничество городской власти с представителями депутатского корпуса, территориального общественного самоуправления. Александр Берсенёв сказал, что уже проводится работа по выполнению планов 2024 года. Подытоживая всё сказанное, он поблагодарил всех, кто внёс свой вклад в достигнутые городом успехи – руководителей, специалистов и рядовых тружеников. После основной части глава города ответил на вопросы собравшихся, которые касались в основном темы благоустройства и обеспечения комфортности проживания. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко отметил, что развитие города – экономическое и социальное – в центре внимания районных властей, а также положительно оценил объём сделанной работы. Ушёл хозяйственник, который проработал по МК, но и воды, который понимает, что такое уровень воды, что такое вал. Эта вся жизнь была посвящена там. И он сегодня действительно детально разбирается, вникает. И благодаря этому вот те трёхмесячные нормы, которые выпадают буквально в одну ночь, приходится им решать. Я не уверена, их команда справляется. Александр Ильич, всем вам терпения, здоровья. Я думаю, что население и депутаты поддержат вас. Сегодня дадут положительное оценку. Депутат Законодательного собрания Краснодарского края Денис Выпринцев подчеркнул, что глава города в курсе всех задач и успешно их решает. Он решает вопросы. Из этих двух тысяч обращений, 80, а может даже 90 процентов, это непосредственное участие главы города. Начиная от тротуара и заканчивая тоннель или там не обрезаны где-то у нас деревья там на перетёске. Поэтому в данном случае работу мэра города я лично от себя вижу и считаю, что нужно поддержать. Человек полностью владеет всеми задачами, вопросами и проблемами в нашем городе. Поэтому, считаю, поддержать нужно и принять отчёты. Прозвучали выступления с оценкой сделанного. Красной линией прошла через них мысль о том, что работает команда единомышленников, что позволяет добиваться успехов. Нельзя не сказать о том, как город у нас хорошеет на глазах. У нас не успел ещё Северный парк благоустроиться. Уже мы делаем утильную тропу, экологическую тропу. У нас открываются памятники. Памятник учителю в этом году, за который огромное спасибо всем, кто к этому причастен. То есть мы видим развитие. И это очень ценно, это очень здорово. Я не могу не сказать, не упомянуть о проектах, которые были у нас совместные с образованием у нашей администрации городской. Это начиная от белок, которые радуют нас в парке, потом авиарии, мини-зоопарк в нашем Северном парке. И сейчас мы реализуем масштабный проект при поддержке края и района. Это мы строим новый космический парк. Это научная площадка, которая будет привлекать всех. И в этом огромная заслуга есть также и нашего главы, и команды. Для славянцев было очень важно получить из первых рук информацию о том, что сделано в городе за год. Они прекрасно видят, что происходят изменения к лучшему. С каждым годом вижу улучшения, проходя по улицам от набережной до Северного парка. И даже если по периметру в город пройти, это тоже красиво, чисто. Да, есть какие-то природные катаклизмы, которые внесли свои коррективы в нашу деятельность. Стараемся на благо района, всегда идем на помощь, откликаемся. То есть молодежная политика у нас хорошо развивается, волонтерское движение, то, которое тоже привлекает какую-то деятельность положительную в наш город и район. Я за последние годы замечаю, что улучшения настолько серьезные. Новые люди, новые лица видят что-то другое в нашем городе. Наверное, и нам надо по-своему, по-новому взглянуть на свой город. Все-таки он красивый, он хороший. Он находится на перепуте между двумя жемчужинами. Это Москва и Крым. Если говорить о власти и ее заслугах, то они работают 24 на 7, как сейчас модно говорить, для того, чтобы сделать его прекрасным. Да, есть где-то у нас какие-то изъяны, недостатки, но их видят, их решают. Это и взаимодействие между властью района, и взаимодействие между депутатами законодательства собрания края, депутатами Госдумы, все, кто работает от имени нашего народа и во имя нашего народа. Работа главы города и администрации была признана удовлетворительной. Славянцы довольны тем, что их любимый город уверенно развивается и становится краше. В 2024 году будет сделано все необходимое, чтобы жить здесь стало еще комфортнее. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События». Георгий Калинин, программа «События»